За сохранностью знаменитой на весь мир чудотворной иконы Казанской Божьей Матери теперь круглосуточно будет следить отдельный патруль. Усилить меры безопасности в Богородицком монастыре было решено после очередной попытки вандалов уничтожить святыню, которая считается символом становления России, точнее ее копию. Внезапное появление полицейских у дверей храма, где хранится одна из главных святынь России, икона Казанской Божьей Матери, прихожан уже не удивляет. Свидетелями подобных визитов они теперь становятся регулярно. Хотя никто заранее не знает, когда патруль заглянет в очередной раз. Проверки проводятся по случайному графику. Кроме того, появились десятки камер наблюдения, а секьюрити дежурят круглосуточно. Есть и внешние меры безопасности, и скрытые. Непосредственно сама икона находится в бронированной капсуле, в огнеупорной капсуле под бронированным стеклом. И доступ к ней ограничен, и икона извлекается только два раза в году, когда совершается празднование Казанской иконы Божьей Матери, 21 июля, 4 ноября. В местном духовенстве объясняют, пойти на такие без преувеличения беспрецедентные меры безопасности пришлось, потому что на святой образ то и дело покушаются вандалы и воры. Совсем недавно в церковь снова проникли взломщики, унесли золотые и серебряные цепочки с крестами, которые обрамляли икону. Ее, к счастью, снять не смогли. Тогда, словом, и было решено усилить систему охраны, ведь потеря образа, говорят священники, станет трагедией не только для храма, но и для всей страны, как это случилось, например, в прошлом веке с оригиналом чудотворного лика. Ровно 113 лет назад, примерно в это же самое время, в Казань под видом торговца винами прибыл похититель икон с большим стажем, Варфоломей Стоян. У него был поддельный паспорт на имя Федора Чайкина. Каждый день он приходил в церковь и отстаивал службу. Но то, что это отнюдь не признак раскаяния, стало понятно лишь через три месяца, когда Россию потрясла весть о страшном кощунстве. Святой образ казанской иконы Божьей Матери похищен. По тревоге в городе подняли весь жандармский полк и даже прислали военные части из Москвы, чтобы расследовать обстоятельства кражи века. Тогда и выяснилось, святыня, обретенная еще в 16 веке, для грабителей стала легкой добычей. Историк Анатолий Елдашев подробно изучил материалы того уголовного дела и поразился. Ценнейший артефакт охраняли, словно обычный склад. По сегодняшним меркам достаточно примитивная. Это некий Захаров, Захаров, сторож, старик, ему 69 лет. Это обычный засов, это замок, который был элементарно взломан. Но даже когда банду грабителей разоблачили, никто из них не признался, куда дели икону. Историки и археологи не теряют надежды на то, что когда-нибудь оригинал святого образа найдется. Его поиски, к слову, не прекращаются до сих пор. Что же касается почитаемого сегодня, одного из немногих так называемых старинных списков уже скоро его намерены перенести. Святыня украсят стены Казанского собора, который будет построен на месте разрушенного монастыря. Там изначально обеспечат охрану высокого уровня. Дарья Визовая, Динар Усманов и Владимир Талызин, телекомпания НТВ, Казань.